Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Александр Масликов, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Владивосток помнит, как приморцы узнали о начале войны, жили в военное время и сохраняют память о страницах истории. Пацанами были, спали, одеты, готовы, тревоги. Технологии на стражи здоровья. Современное оборудование передано в госпиталь ветеранов «Воин Приморья». Все это оборудование нужно для наших пациентов, оно работает, будет востребовано. Долгожданный старт. Фанаты живой музыки, электронных диджей-сетов и электрогитарных соло готовы посетить «Верокс». За несколько лет стало понятно, что не музыка единая. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности. Также в выпуске. Ария счетов группы компании «Восток Цемент» – благополучие строительной отрасли Дальнего Востока под вопросом. Еще расскажем. Работы по погрузке первых касаток для отправки к Шантарским островам начались аккурат к прямой линии президента. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Президент России в ходе прямой линии анонсировал новые пособия на детей с 1 января 2020 года. Владимиру Путину задали вопрос о смехотворных 50 рублях, которые получают женщины в декрете с ребенком после достижения им полутора лет. Президент объявил, что решение проблемы мизерных пособий есть. Семьям с детьми от полутора до трех лет будут выплачивать пособия в размере прожиточного минимума ребенка. Пока остается до конца нерешенным вопрос, каким должен быть доход семьи. Полтора или два прожиточных минимума на человека – это где-то до 45 тысяч рублей. Сумма пособия составит от 10 до 11 тысяч рублей. Как уточнил Путин, под эту меру могут попасть до 70% семей. Глава государства также отметил, что это еще одна мера для регионов, где есть проблемы с демографией. Таких регионов в России уже 65. Предполагается также выплачивать прожиточный минимум на ребенка семьям, где есть трое детей. Глава государства в ходе прямой линии также заявил, что с 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Вопрос из Приморья, который прозвучал на прямой линии, касался китовой тюрьмы. К слову, именно в этот день чудесным образом, без каких-либо официальных заявлений со стороны местных властей, начались работы по погрузке первых морских млекопитающих из вольеров в специальные фургоны для отправки к Шантарским островам Охотского моря. В том числе так называемая китовая тюрьма в Приморском крае. Вот уже полгода она, что называется, в топе российских новостей, поэтому мы туда отправили нашу съемочную группу. И вот как только Ольга Армякова туда приехала, и как только там узнали, что, возможно, это будет точка на прямой линии, там вдруг начали происходить удивительные события. Прямой видеорепортаж с места событий в эфире прямой линии вела телекомпания «Россия-1». По словам журналистов, после того, как в бухту среднюю направили съемочную группу для прямой линии с президентом, там начали происходить удивительные события. В долгий путь до Охотского моря отправились две белухи и шесть косаток. Преодолеть 1800 километров планируется за шесть дней. Также сообщается, что животных до октября включительно будут вывозить из китовой тюрьмы небольшими партиями и выпускать в Охотском море. Морских млекопитающих в пути будут сопровождать тренеры, специалисты, ветеринарные врачи. Проблема известна и понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллионов долларов. Поэтому заинтересантов очень много и проблема поэтому так не просто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Напомним, вопрос о китовой тюрьме должны были решить к 1 марта. Сейчас в бухте средней работают специалисты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. При разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения рабочей группы консилиума по реадаптации и команды международных экспертов Жанна Мишеля Кусто. Отметим, что общественности Приморья в этот раз удалось раскачать ситуацию вплоть до изменений в законодательстве. Как заявил глава Минприроды, правительство приняло решение изменить нормативно-правовую базу. Запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Нам стало известно, что напрямую линию с президентом отправляли свои вопросы об аресте счетов предприятий сотрудники группы компаний «Восток Цемент». Но взрывоопасная тема не была озвучена. Однако беспокойство в группе компаний, насчитывающей 5000 сотрудников, нарастает. До последних дней компания «Восток Цемент» работала без сбоев и вела отгрузку строительных материалов по многим масштабным национальным проектам. В 2018 году «Якутск Цемент» поставлял материалы для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска, строительство укреплений причалов газопровода, силы Сибири, производство дорожных плит и причальных свай. Для Амурской области знаковыми проектами «Восток Цемента» в 2018 году стали вторая очередь космодрома «Восточный», «Восточный нефтепровод», строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. В Приморском крае цемент «Спаск Цемента» необходим для строительства новой очереди завода «Звезда» в Большом Камне. ТЭЦ «Восточный» во Владивостоке на возведение причала в Пластуне, строительство терминала «Восточный порт». 31 мая этого года Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчётные счета предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Компания «Восток Цемент» опубликовала на своём официальном сайте информацию о сложившейся ситуации. Из открытого письма группы компании «Восток Цемент». «Вне зависимости от внешних факторов, как и у любого предприятия, у нас существуют обязанности по выплате заработной платы, налоговых платежей и сборов в бюджет, платежей во внебюджетные фонды, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также по выполнению обязательств перед нашими поставщиками и подрядчиками. Арест счетов предприятия неизбежно приведёт к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и Республики Саха-Якутия. Компания заранее публично принесла свои извинения своим партнерам. В случае остановки предприятий за ареста счетов «Восток Цемент» не сможет поставлять строительные материалы клиентам. Сотрудники холдинга по всему Дальнему Востоку останутся без работы. Пострадает вся строительная отрасль Дальнего Востока, а также смежное производство. К слову, еще один объект, чей капитальный ремонт не состоялся бы без продукции «Восток Цемента» – тоннелями Несталина во Владивостоке. 21 июня он наконец открылся после масштабной модернизации, которая заняла почти три года. Тоннель закрыли на ремонт в октябре 2016 года. Тогда же было остановлено движение пригородных и городских электропоездов на участке Масчуркин-Луговая-Третья-Рабочая. Объект, длина которого составляет 1380 метров, начали строить в 1914 году. Однако, позже его строительство было приостановлено. К сооружению тоннеля вновь приступили в 1934 году. Объект был сдан в эксплуатацию в 1936 и использовался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улис. Начиная с 1951 года по тоннелю стали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на мысе Чуркино. А после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения. Открытие тоннеля позволит восстановить все маршруты городских электропоездов с Чуркино, а также добавить новые маршруты. Многие жители Владивостока смогут оперативно проехать в нужную часть, минуя пробки. И это особенно актуально ввиду приближающегося ремонта участка главной артерии Приморской столицы – Некрасовского путепровода. Парк медицинского оборудования Госпиталя ветеранов «Войн Приморья» пополнился новой техникой. Теперь для диагностики в госпитале будут применять современные IT-технологии. Новое оборудование не просто высокотехнологичное, но и маневренное. Подробности у Катерины Матвеевой. Современный диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса, коагулометрический анализатор для проведения анализа крови и специальные каталки для транспортировки тяжелобольных пациентов. Общая сумма приобретения составила более трех миллионов рублей. Оборудование госпиталь получил в дар от спонсоров – Сбербанка и благотворительного фонда «Память поколений». Мы благодарны фонду. Все это оборудование нужно для наших пациентов. Оно работает, будет востребовано. Аппарат УЗИ может с легкостью перемещаться по палате. Также просто его можно вывезти в другой кабинет или даже в другую больницу. Это не первый подарок для госпиталя ветеранов «Войн Приморья». В прошлом году учреждение получило аппарат искусственной вентиляции легких. На самом деле мы никогда не выбираем помощь самостоятельно. У нас заявительная форма обращения. То есть госпиталь обратился к нам за помощью. И мы, рассмотрев данный запрос, оказали помощь по списку, который был им необходим. На базе госпиталя для ветеранов в этом году начнет работу и региональный гериатрический центр. Задача этой службы – сохранить или восстановить у пациентов пожилого или старческого возраста способности к самообслуживанию, физическую активность, независимость от посторонней помощи в поседневной жизни. Напомним, что в рамках нацпроекта «Демография» разработан региональный проект Приморского края «Старшее поколение». Он направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия. Изначально мы составили с госпиталем список необходимого оборудования, в котором нуждается медицинское учреждение. И отсюда начали работать с фонда. То есть подали ему заявку в Москву и дальше отслеживали на всех этапах до непосредственного поступления оборудования сюда. Госпиталь для ветеранов воин в год принимает до 5000 пациентов. Сюда поступают участники воин со всего Приморья, а также вдовы ветеранов, дети войны и другие категории населения. Катерина Матвеева, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Центробанк обратился к жителям Приморья с предостережением. По стране идет волна телефонного мошенничества. Обманщики представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы зафиксированной попытке проведения сомнительной операции. А затем предлагают свою помощь, требуя взамен одно. Немедленно предоставить конфиденциальные данные. Скорее всего, звонок раздастся рано утром, поздно вечером или в выходной день. Собеседник начнет беседу уверенно и быстро, используя профессиональные термины. На заднем фоне можно будет даже распознать звуки, имитирующие оживленную работу в офисе. Специалисты Центробанка советуют в первую очередь положить трубку. Ни в коем случае не делайте обратных звонков, не отправляйте ответных смс, не переходите по ссылкам и сообщениям. Для проверки информации лучше набрать номер горячей линии вашего банка вручную. Не паникуйте. Если банк действительно выявит подозрительную операцию, он приостановит ее на срок до двух суток. Никому и ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию. Код на обратной стороне карты, пин-код и коды из смс. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой... Владивосток помнит, как приморцы узнали о начале войны, жили военное время и сохраняют память о страницах истории. Полетели. Авиакомпании возобновляют рейсы из Владивостока в Москву и запускают спецакцию по снижению цен на билеты. Долгожданный старт. Фанаты живой музыки, электронных диджей-сетов и электрогитарных соло готовы посетить Вирокс. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Владивосток помнит, как приморцы узнали о начале войны, жили военное время и сохраняют память о страницах истории. Полетели. Авиакомпании возобновляют рейсы из Владивостока в Москву и запускают спецакцию по снижению цен на билеты. Долгожданный старт. Фанаты живой музыки, электронных диджей-сетов и электрогитарных соло готовы посетить Вирокс. 22 июня объявлено в России Днем памяти и скорби. Днем памяти начала Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней. Несмотря на то, что с этого дня прошло 78 лет, 22 июня на территории Российской Федерации на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги. На кораблях ВМФ России Андреевские флаги. На жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к мемориалам Великой Отечественной войны. Владивосток также отметит этот день возложением цветов. Пройдут встречи с ветеранами. В нашей традиционной рубрике «Тема недели» вспомним, как во Владивостоке узнали о начале войны и почему Владивосток носит гордое название города воинской славы. Принято считать, что о начале войны во Владивостоке узнали вечером 22 июня 1941 года, когда жители города вместе со всей страной слушали знаменитую речь наркома Молотова из репродуктора, расположенного на здании крайкома партии. На самом деле о начале войны в Приморье узнали несколько раньше. Уже в 9 часов утра 22 июня командующий ТОВ получил телеграмму от адмирала Кузнецова, в которой содержался приказ готовиться к отражению нападения Японии. Такая же телеграмма поступила в Приморский край с полком. И только потом, уже вечером в 17.00, о войне узнали жители Владивостока и Приморья. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Владивосток, к счастью, не стал местом боев и сражений, однако звание воинской славы получил и неспроста. Приморский город помогал в цехах дальзавода, нес боевую службу на воде. Огненные рейсы, корабли и суда погибали вместе со всем экипажем под обстрелом и на минах. Геннадий Иванько, например, во время войны был 14-летним юнгой, который попал под управление капитана Анны Щетининой. Рейсы под огнем не пугали тогда молодых моряков, боялись лишь остаться один на один с войной. Главное, чтобы не высадили на острове нас, самое страшное. Когда мы это Щетинина вызвало, говорит, что я вас высажу на острове, сейчас на советское судно вернете, вот это, да не было страшного. Все, пацанами были, спали одеты, готовые. Но, конечно, нужна была поддержка советской армии и на суше, и в воздухе. Летом 41-го года во Владивостоке жили около 200 тысяч человек. Из них 80 тысяч отправились на фронт. Остальная половина города каждый день жаждала новостей, раскупала все газеты и с волнением ждала новых речей из радиоприемников. Каждый, далеко не военный человек, становился ценной единицей победы. Рядовым победы, как сейчас говорят. Зашел я в 43-м году в военкомат в Сросках, и там не поняли. Я сказал, у меня брат звали капитан, а ему показалось капитан. Он говорит, пойдешь служить в пограничные войска. Служил я 44 года. Служил в посетии, служил на шокотане, служил в Владивостоке. Разные должности занимал, особенно на шокотане. Там он и секретарем партийной комиссии, и председателем суда чести младшего акцесса. В общем, все должности прошел. С опаской приморцы смотрели не только на запад, но и на восток. Боялись нападения Японии. Установили 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6 тысяч мин. Это было прямым нарушением ранее заключенного советско-японского пакта о ненападении. Но флотское командование не хотело повторить ошибки русско-японской войны. К серьезной обороне готовили и сам город. Было снесено множество малозначительных построек. Более трех тысяч зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища. Проводились тренировки на случай воздушной атаки. Несмотря на бурные военные события, люди находили время и на отдых, и даже на развлечения. Вопреки бытующему мнению, была возможность ходить в кино, в театр, заниматься в творческих кружках, да и просто отвлекаться от боевых действий. То есть войну здесь чувствовали и боялись, однако жизнь в нынешней дальневосточной столице тогда на паузу не встала. Так что в каком-то смысле Владивостоку действительно повезло. Однако наш город отнюдь не остался нетронутым бесчеловечными событиями 40-х годов. Отважный уход на фронт, сражения в море, потеря близких. Все это было и останется в памяти навсегда. И через 78 лет отдается болью – шествием бессмертного полка, где рассказывают о дорогих людях, ковавших победу на фронте и в тылу. Максим Яковлев, новости на восьмом. Авиакомпания «Ир Аэрос» 5 июля возобновит рейсы Москва-Владивосток. Перелеты вновь будут выполняться на Боингах 777, способных брать на борт 370 пассажиров. Рейсы из Москвы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из Владивостока по вторникам и субботам до 23 сентября 2019 года. Ранее сообщалось, авиакомпания с 10 января прекратила выполнение полетов в столицу из Приморья из-за низкой заполняемости рейсов. Сейчас прямые ежедневные рейсы из Владивостока в Москву выполняют авиакомпании «Аэрофлот и Россия». К слову, во Владивостоке на текущей неделе также снижены цены на авиабилеты по пяти направлениям. Уральские авиалинии до 23 июня предлагают их по льготному тарифу до Новосибирска за 4000 рублей. Ранее сообщалось, что до 23 июня и компания S7 Airlines проводит специальную акцию. Снижает цены на авиабилеты из Владивостока в Хабаровск, Петропавловск, Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск. Пассажиры могут приобрести их на рейсы с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Количество мест ограничено. Напомним, специальные тарифы доступны для граждан в возрасте до 23 лет включительно, а также пенсионеров-инвалидов. Третье лето подряд возле дома молодежи каждую среду будет играть духовой оркестр, возвращая в молодость пожилых владивостокцев. Организатором выступает некоммерческая организация «Центр социального обслуживания «Родные люди». Мероприятие под названием «Летние вечера в парке 50 плюс» – это место для общения, стимул быть здоровым и отличный досуг. К слову, в этом году летние вечера будут проходить на 50 разных площадках в разных районах города и районах Приморья. В любую погоду каждую среду в 18 часов на площадках будет играть музыка. В дальневосточной столице мероприятие стартует 26 июня и продлятся до 4 сентября. А 3 июля вечер будет посвящен дню рождения Владивостока. Дополнительным механизмом создания мест в детских садах может стать государственно-частное партнерство. Об этом заявила в Рио вице-губернатора Наталья Бондаренко во время визита в один из детсадов Владивостока. Важный вопрос сегодня – это места для детей в возрасте от полутора до трех лет. Вторая задача – создание мест для малышей от двух месяцев до полутора лет. В этом году по национальному проекту «Демография» ведется строительство трех новых детских садов во Владивостоке. Еще один планируется выкупить. Кроме того, собираются привлекать и представителей бизнеса на условиях государственно-частного партнерства. Это частные детские сады, которые смогут получать субвенцию от государства, что позволит уменьшать стоимость для родителей. Еще один вариант – выкуп помещения, которые подходят под детский сад. Отметим, до 2021 года в Приморье планируется создать около 4000 мест. До конца этого года планируется ввести в детских садах региона более 400 мест. Служба помощи родителям начнет работу в Приморье. Обратиться за поддержкой по вопросам, связанных с развитием и воспитанием детей, все желающие смогут уже с июля. Служба откроется на базе Владивостокской коррекционной школы детского сада «Седьмого вида». До конца года на эти цели будет направлено более 7,5 миллионов рублей. Школа выиграла грант в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Педагоги имеют большой опыт в составлении индивидуального домашнего расписания для детей, развивающих занятий, тренировки адаптивных возможностей, адаптации приемных малышей. Обратиться за помощью можно в службу во Владивостоке, а также ее филиалах по краю. В Арсеньеве, Камень-Рыболове, Лесозаводске, Находке, Спаске, Уссурийске и Славянке. Во Владивостоке тысячи фанатов живой музыки, электронных диджей-сетов и электрогитарных соло больше года ждали открытия фестиваля «Верокс». В 2018 году шоу-кейс не состоялся, в нынешнем вернулся и с удвоенной силой вторгся в культурную жизнь приморской столицы. Подробнее о том, к чему привел почти за 6 лет своего существования «Верокс» в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Главное музыкальное событие лета стартовало во Владивостоке. Фестиваль «Верокс» появился еще в 2014 году, и это стало началом культурной и музыкальной реформации приморской столицы. Никогда прежде город не видел столько разноплановых музыкантов и коллективов, как по части географии, так и жанровой составляющей. «Верокс» стал первым и пока единственным шоу-кейс-фестивалем в Приморье, открытым для зарубежных творцов и местных коллективов. Несколько дней подряд «Вудсток» местного разлива радовал горожан и туристов яркой программой для 63 дня к ряду. В лучшие годы «Верокс» открывал сразу три сцены в самом центре города, и это не считая выступлений артистов в клубах и барах. Тогда конец августа во Владивостоке становился не только теплым, но и шумным. К сожалению, ничто не длится вечно. Уже в 2017 году вокруг фестиваля витала аура неопределенности. Вместо трех сцен поставили одну, количество коллективов сократили. Стали поговаривать о том, что «Верокс» приказал долго жить. Годом позже он, ожидаемо, исчез из культурной повестки. В 2019-м «Верокс» возвращается. Теперь с подзаголовком «Экспо». Но остался ли он прежним? Формат, собственно, все тот же самый. Как начинали поставить Владивосток на международную музыкальную карту, собственно, поставили. И вот теперь пытаемся развивать, чтобы он действительно не только мигал и сиял, виден был из космоса. Раньше про «Верокс» снимали целые фильмы. Сегодня фестиваль стал камерным, а формат приземленнее. Да, «Верокс Экспо» — это все еще попытка привлечь артиста и устроить шоу по-владивостокски. Только теперь без трехдневных гуляний о сценных сцене. Без атмосферы, всеобщего праздника и вовлеченности каждого, даже случайного прохожего, никогда прежде не бывавшего на рок-концерте. Вместо этого фестиваль активнее сотрудничает с клубными и барными площадками. К слову, одной из них, баром «Мумитроль», владеет отец и создатель жоу-кейса. Илья Логутенко попытался, как мог, объяснить причины такой смены ориентиров фестиваля. Нужно признаться, что из-за того, что фестиваль у нас абсолютно не коммерческий, мы не можем рассчитывать на какие-то там продажи, привлекать крупные имена. Поэтому мы рассчитываем только на свой собственный вкус и на свои собственные какие-то связи в мире музыки и искусства по всему миру. И вот буквально для того, что с каждым из артистов чуть ли приходится не лично разговаривать. Впрочем, следует отдать должное оргкомитету фестиваля. В отсутствии гигантских бюджетов они сумели разнообразить начинку «Верокса». Выставки, художественные ивенты, гастрономические вечера и даже спортивные мероприятия. Все это ждет гостей фестиваля и всех, кто предпочитает активный отдых. Ну вот какие есть возможности, соответственно, это и делаем. Единственное, что за последние несколько лет стало понятно, что не музыка единая. И вокруг музыкальных выступлений есть другие, скажем так, активности, которые не только объединяют людей, но и остаются после фестиваля. Некоторые из таких событий уже состоялись. Так, целая делегация иностранных и российских художников в жанре стрит-арт оставила свой монументальный след в культурном облике города. Сквер городов-побратимов пи-стрит изображениями амурского тигра, корня женьшеня и даже пилигрима Дерсу-Узала. А на торце здания бара Момитроль красуется гигантское граффити мусорного кита. Последнего рисовали французы, остальное – совместное творчество голландцев, индусов и наших земляков. Но за эти годы мы поняли, что есть достаточное количество именно молодых людей, которые находят для себя вдохновение в этих трех днях фестиваля. И это до сих пор считается точкой притяжения для музыкантов, не побоюсь сказать, со всего мира. За целый год без фестиваля Верокс приморская столица успела соскучиться по музыке. Фестиваль вернулся, пусть и не такой масштабный и чуть менее международный, но все же он сможет порадовать, а где-то даже удивить жителей и гостей Владивостока. С 21 по 23 июня площадки шоу-кейса открыты для всех, кто прошел онлайн-регистрацию. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Теплую, но неустойчивую погоду в выходные дни обещают приморцам синоптики. В субботу, 22 июня, край будет находиться под влиянием высотного вихря. Местами пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные часы температура воздуха плюс 8, плюс 13. На северо-востоке прохладнее. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов тепла. На восточном побережье на 2-3 градуса прохладнее. В воскресенье, 23 июня, высотный вихрь сместится на акваторию Японского моря. Погода в Приморье наладится, дожди пойдут на убыль. Фон максимальных температур повысится на 2-5 градусов. Во Владивостоке в первый выходной возможен кратковременный дождь. В воскресенье погода с переменной облачностью, без осадков. Температурный фон существенно отличаться не будет. Футбольный клуб «Луч» на сборах в Москве сыграл с командой Сочи. Фестиваль автомотоспорта состоялся во Владивостоке. Международный день скейтбординга отметили приморцы. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» провел второй контрольный матч на сборах в Москве. В этот раз приморцы играли с командой Сочи. Южане в этом году вышли в премьер-лигу, поэтому были непростым соперником для желто-синих. Это чувствовалось с самого старта. Уже на 24-й минуте Сочи вышли вперед. А в концовке тайма гости удвоили преимущество в счете 0-2. После перерыва Рустем Хузин выпустил на поле более опытных игроков в лице Насадюка и Гордиенко. Они вместе с молодежкой и футболистами, находящимися на просмотре, не смогли изменить ход матча. В итоге второе поражение на сборах. Напомню, выездные тренировки «Луча» завершатся 27 июня. А затем уже 7 июля приморцы откроют новый сезон. Фестиваль автомотоспорта прошел во Владивостоке. На центральной площади города встретились любители красивых машин, мощных мотоциклов и быстрых гонок. Своими показательными выступлениями порадовали публику дрифтеры, профессиональные команды по мотокроссу, а также стандрайдеры. Последние удивляли своими экстремальными трюками. Зрелищному и громкому мероприятию не помешала даже непогода. Как отмечают организаторы, проведение подобных фестивалей, да еще и на центральной площади города, отличная возможность привлечь внимание горожан к автомотоспорту. Приморские любители досок отметили свой спортивный праздник. 21 июня во всем мире отмечают Международный день скейтбординга. Эта дата стала особенной с 2004 года. Последние несколько лет во Владивостоке в этот день проходят мероприятия, соревнования и различные акции для такого рода спортсменов. Свои трюки и мастерское владение доской показывают райдеры самого разного возраста. Как отмечают опытные ребята, интерес к скейтборду сейчас особенно актуален. А все потому, что Международный Олимпийский комитет внес этот вид спорта в программу летней Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году. Приморские скейтеры надеются хотя бы в роли зрителей попасть на это знаменательное событие. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ария счетов группы компаний «Восток Цемент» – благополучие строительной отрасли Дальнего Востока под вопросом. Тоннель имени Сталина во Владивостоке открылся после масштабной модернизации, которая заняла почти три года. Работы по погрузке первых косаток для отправки к Шантарским островам началась аккурат к прямой линии президента. Технологии на страже здоровья. Современное оборудование передано в госпиталь ветеранов Войн Приморья. Авиакомпании возобновляют рейсы из Владивостока в Москву и запускают спецакцию по снижению цен на билеты. Долгожданный старт. Фанаты живой музыки, электронных диджей-сетов и электрогитарных соло готовы посетить Verox. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 23 июня во Владивостоке широко отметят День молодежи. Масштабный праздник традиционно пройдет на спортивной набережной. В течение всего дня здесь будут работать 10 площадок, на которых каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. Спектр от йоги до фотосушки. А по улице Всеволодосибирцево пройдет маршрут велопарада. Молодежь – это, безусловно, будущее нации. И каким оно будет, зависит от того, что сделано для молодых старшим поколением. К слову, в плане создания культурных кодов для молодежи выгодно отличился Советский Союз. До сих пор культовым считаются такие фильмы для юношества, как «Приключения электроника. Гости из будущего». О мелодии композитора Евгения Крылатова. И сейчас поет не только вся Россия, но и весь мир. Песни для юных прямо сейчас и без комментариев. На сегодня это все. Хороших вам выходных. И до встречи на восьмом канале. С вами был Александр Масликов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова